Приветствую вас и формально ваш вопрос можно разделить на две части. Первая это переедание, вторая это лень. Значит, переедание, ну как вот, знаете, как симптом психологической проблемы, значит, в первую очередь связан с тем, что человек пытается получить удовольствие какое-то, которого ему не хватает, не хватает. То есть, вот есть вы, есть ваша жизнь, и вы этой жизни недовольны, неудобливы в времени, и, соответственно, вам не хватает, не хватает позитива, вам не хватает, значит, эмоций, возможно, вам не хватает, значит, ну, каких-то вот положительных ощущений, да, и, соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, исходя из этих вот предположений, можно сделать вывод, что у вас острая нехватка позитива. И, соответственно, значит, если мы говорим об этом, да, то что при, значит, отсутствии у вас позитивной энергии, при отсутствии у вас источника позитива, можно смело говорить о том, что еда для вас это всего лишь, может, средство, по сути дела. Средство для получения эндорфинов, которые, ну, которыми называется гормон радости. Средство для получения эндорфинов – это гормон радости. Соответственно, вам, если у вас переедание – это именно симптом, нужно в первую очередь попробовать найти другие источники положительной энергии, положительных эмоций, источники шерсти, вот, и, ага, также стоит понять, что иногда еда – это средство защиты, то есть человек таким образом защищается от внешних фактов, внешних разрушителей, внешнего негатива, и вам нужно понять, от чего в первую очередь вы защищаете. Вот. Что заставляет вас связь? Вот это вот, наверное, наверное, то, о чем нужно в первую очередь подумать. Конечно, существует и другая проблема, она заключается в том, что переедание – это, может быть, болезнь амортофибия, амортофибия – это, может быть, болезнь. И тогда вам нужно не с психологом работать, а, к сожалению, с психиатром или психотерапевтом. Потому что, в случае, в случае, если это болезнь, то психолог, психолог, он бессилен в этой ситуации. Теперь по поводу того, что вы пишете, значит, о том, что у вас имеет место быть, значит, лень, как вы говорите, лень и, ну, по сути дела, то, о чем вы говорите, это проекстинация. Значит, давайте мы с вами скажем так, что проекстинация – это проблема довольно сложная, связанная она с волевой регуляцией и мотивацией. Значит, с чем-то у вас есть проблема. Либо это проблема, значит, мотивации и непонимания того, зачем вы делаете то или иное. Я имею в виду, для чего вам нужно делать те или иные действия. Либо это проблема волевой регуляции, и тогда мы говорим о, значит, работе с вниманием и работе над удержанием внимания. Надо сказать, что по своей сути работа с вниманием – это тоже работа с волевой регуляцией и с мотивацией тоже, но просто тут как бы немножечко разные аспекты, да, то есть разный акцент делается на разных моментах просто-напросто. Вот, значит, вот так, в принципе, вам, я думаю, можно будет ответить на ваши вопросы. То есть в рамках одного ответа вам вряд ли можно помочь, потому что все-таки вы с этой проблемой жили, жили по всему довольно большое количество времени и, соответственно, избавиться от нее так быстро у вас не получится, потому что нужно анализировать вашу жизнь, анализировать то, как вы сейчас живете, что у вас сейчас происходит в жизни и так далее. Потому что если это всего не будет понятно, то не будет понятно, как и почему произошло с вами то, что произошло. То есть, понимаете, как, если вы говорите, что у вас была работа с психологом, то первое, о чем я хочу вас спросить – это, собственно говоря, к чему эта работа с психологом привела, была ли она успешна, каковы результаты этой работы, и если нет, то, соответственно, почему нет. Многое в работе с психологом зависит от самого клиента, и если, например, клиент работает недостаточно сильно, недостаточно старается, да, то, естественно, у психолога, соответственно, тоже далеко не всегда получается ему помощь. То есть вот этот момент, этот момент, он, ну, тоже важен, как минимум, этот момент тоже очень важен. Вот, значит, я думаю, что на этом можно, в принципе, закончить, потому что было сказано уже довольно много, и я думаю, что, ну, пока, пока, в принципе, хватит. Вот, если вы захотите поработать, да, то, соответственно, нужно выбрать эксперта и с ним личную консультацию заказать, и уже с ним подробно разбираться, как и чего. Если выяснить, что переедание – это именно болезнь, а не симптом чего-либо, да, то есть не будет вот результатов от анализа причин переедания, то, значит, соответственно, тогда вам ныне будет обращаться все-таки уже к психиатру. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!